Ну, угадай, почему ты оттуда голая вываливалась? Не знаю. А я? Эй, для тебя не помню. Я помню, что я вечно голая вываливалась почему-то. Ты кашлял, да? Ну, кашлял, понятно, голая, потому что там всё менялось. Я поняла всё. Я телом входила туда, но одежды-то не было. Всё, дошло. Одежда-то не могла подключаться к матрице. А ты, по-моему, мог в одежде там быть. Но у тебя-то тело было. Я вообще странный на всю голову. Почему я-то мог там... Как в новой матрице, в твёртой, которая, по идее, должна быть первой. С момента, как мы осознались. Ну, не всё через жопу. Всё наоборот. Почему у нас получалось? Смотрите. Мы когда-то пошли туда, к городу, к этому. Там как вышки какие-то были. Это реально, Илья. Я не знаю, как это выглядело. Насколько я запомнила, как какой-то огромный купол висел на несколько метров над городом. Просто шар, купол. Не купол, даже шар, сфера. Что-то огромное просто висело. Вот внешний мир и внутренний мир. Он как такой... Мы куда-то как залезли были. Я не знаю, куда мы залезли. Я помню, что когда я дотронулась до неё, у меня пальчики растворились, рука растворилась в ней. Я очень испугалась. Выдержала руку и начала кричать. А ты начала успокаивать, что не кричи. А потом сказал, чтобы... Почему я кричу? И чтобы я ещё раз показала, что я сделала. Что ничего со мной не произойдёт. Не бойся. А мне, наверное, было лет, может, 8-10. Вот такой уже. Уже подросла была. Ну, уже, может, 10, может, 12. Я помню, что детская ручка. И я вот туда, к этому куполу, к этому стенке этой. И раз, у меня рука расплывается. Меня туда как втягивает. Просто случайно. И обратили внимание, что у меня получается расплываться. Но я нифига не поняла, почему у меня получается расплываться. Это ты о чём-то там с Димкой говорил потом. Вы что-то думали? Давай попробуем. Давай попробуем. Это как случайно получилось. Понимаешь? Не то, что мы там как-то по уму так рассчитали в своём возрасте. Это, ну, реально, как тебе тогда было, ну, условно говоря, лет 17, наверное. Мне, ну, может, там около 10 лет было, когда мы начали туда ходить. Да, ещё без цели разрешения, просто изучение, что это. Я сразу было интересно, что это. Я вот руку, и вот как раз, и такое широкое пятно вокруг моей руки. Моя рука не имеет формы, а вот такое пятно. Ты раз, и просовываешь, как палец туда руку, просовываешь, и твоя рука и тут есть, и там есть. Понимаешь? Мы сразу... Как бы через тебя, да? Да. Мы сразу попробовали, что как бы через меня. Я вот растеклась, моя рука там растеклась, и я испугалась, а ты раз, и попробовал, свою руку всунул, и твоя рука просвечивается, и там, и там. Ну, то есть видно. Да. Почему у нас получалось, а у других не получилось? А кто был бы порталом? Если я одна была девочка. А вообще? Думаешь, любая девочка была бы порталом? Не, не думаю, что любая девочка была бы порталом. Но даже и попробовать не было возможности, потому что там девочек не было. Так. Продолжение следует... Вначале, помню, просто смотрели, что там. Как прятался вот стенка какая-то, дом какой-то. Я, условно говоря, угол этого дома, а ты стоишь и смотришь, что там происходит. Я не знаю, как ты людей видела, но я их видела как столбики. Много-много столбиков. Когда я находилась внутри этой матрицы, я их воспринимала как матрица, а не как людей. Циферки, да. Да. Сейчас переворачивают. Вот не циферки по-нашему, что один, ноль, а вот какие-то как столбики, столбики, столбики. Я их как столбики, кубики, вот видела, видела. Я все пространство там как тетрадка в клеточку была. Ну, только мелкие, но я, вот когда я была там, я это так воспринимала. Я более-менее нормально. Да, ты видел так, как люди были. Ты видел, ты был как... И ощущения интересные. Да. Тварь, вот эта вот тварь меня такими нитями пронзала. И ну, это было весело. Я еще ничего не умел тогда почти. Немножко извращено. По всей фантастики. Такое впечатление, что ни у кого не получалось пройти сквозь меня вот так. Настройки не было. Кто-то из ребят как пробовал, но не смогли, не могли ни руку встынуть, ничего. Или боялись, или не было со настройки, но ни у кого не получалось. Они подключались через какие-то, ну... Да, когда они... Как обычные люди, да. Как-то они по-другому. Я как зажималась, если кто-то чужой. Я не знаю, как это описать. И я... Вот зажималась просто, и как не пропускала через себя почему-то. Не знаю, как это объяснить. Почему-то они не проходили сквозь. А там люди жили обычной жизнью. Кушали, ели, спали. Капец. Да, они просто жили там. У них рождались дети. В фильме «Мобильник». Только дети уже просто программы были. Да. Они видели, что они рожают детей. Они, ну, как обычные люди, как обычное общество. Ну, у каждого была часть её сознания, как кубик какой-то. Я видела это, как вот такой кубик вот прошито. Раз, 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 раз. Как гребешок какой-то в голову ставлен. Серебристые нити другие были. Да. Или серебристые такие вот... Как это называется? Гребешок. Гребешок, да. Это было вот у каждого в сознании. Это просвечивалось абсолютно все. Ну, то есть все были подключены. Зачем ей это было нужно? Ломать кона. Встать на его место. Первую вселенную сделают. А вот маленькие детки, которые рождались, всё равно там какое-то количество детей рождалось. Откуда они брали? Чьё сознание? Тех, которые умирали? Тех, которых новых подключали? Чьи это были тела? Программы. Просто пустые они были. Для имитации. Просто это были как программа-машина. НПС. Да. Единички. Можно посмотреть на программу. Кто-то. Коверт. Там еще раздвучит. Почему? Она появилась. Ты знаешь, это было недолго по времени. Она появилась буквально там лет за пять, за семь, до того, как вот... Идёт ключ. Я научу. То есть это не было там. Это на уровне... Ну, знаешь, это как на уровне 20 лет это всё произошло. Да, она расходилась дальше. Она как зараза, она как коричневая зараза такая. Ну, коричневая, белая, неважно какая. Она просто расширялась. Она дальше шла пятном, пятном, пятном. Она покрывала дальше, дальше, дальше. Да, ты там постоянно мог ходить, летать, всё что угодно. А мне вообще было пофигу, что ты делаешь. Если ты летала, я могла облачком быть или просто частью над тобой чего-то воздуха. Или полдать над рядом. Да, я какой-то вот объём занимала памятью, условно говоря. Мне накладывалось, но принадлежала, как что-то происходило. И глупась во всём. Вот ты за что меня и ругал, что не нужно быть тенью. Потому что я пыталась к ногам, к ногам дотронуться. Да, и ты меня ругала, что волнения какие-то идут. Это как изменение какое-то шло, да. Колебания какие-то. Мы устанавливали взаимодействие. Нормальный порядок. То есть её ломала. Уже не она получилась. Кластовая материя. Вот взаимодействие материя и сознание, условно. Информация и материя. То есть информация, которая матирует, приказывает материи, как быть. Это нормальное взаимодействие мужского и женского. А вот она сама хотела и быть командиром, и материи. И распоряжаться кем-то. Да, у неё соединение было и твоего, и моего. Это не все поймут. О. Она как-то справа. Наши кады. Да, да. Как-то на пленку взять вот так, перевернуть и наложить. Сначала наконец-то так под углом. Просто повернуть и слепить снова. Два кадрика. Вот петля такая. Почти миобиус. Перевернуть. Для материи она была кона, для кона она была материи. Сама была икона в материи. Потому что там были другие законы. Кто это за компьютеры, прожекторы, которые накачивали? Это квантовые компьютеры, которые отключали? Те, которые накачивали. Они тоже были как чёрные и белые. Они сверху и снизу задержали пространство. 16 штук их было, 8 там, 8 там, по 4 группы, по 4, 4 группы, по 4, скажем так. Они именно держали вот кокон. Оно и было силовое, потому что это даже не что-то материальное, не стена, а это просто измененное пространство. Нельзя проникнуть в шкурсоту, например. Вот как-то так вот. И это почему? Там просто другое. Другое свойство. Останство. Его ничем не повредить. Потому что там просто другие законы создания. Ни взрывом, ни тем. Просто другое. Другие принципы. Оттуда проникнуть только подключившись можно. Только изнутри, по сути. Снаружи их выключить невозможно было. Но они как-то качали. Выжимали и материю, чёрные. А белые выжимали кона. Можно коном выжить. Он как разделён был, Илья. Условно говоря, ядро, условно говоря, сердце. Это было отдельно. А все остальные, ну, если по-нашему, чтобы хоть чуть-чуть как-то объяснить, да, как тонкие тела все были содроты. Вот голый перестал, остался условно. Да, да. А то всё как оцифровано было. А вот только голый. Ну, Вселенная вся функционировала, потому что у всей Вселенной была связь именно с тем сердцем. Ну, ядром. Вот. С основанием вот именно. Не очень длительный проект такой был. На уровне реально 20 лет это закончилось. Закончилось только благодаря нам. Мы просто, как всегда, в нужное время, в нужном месте были. Как больно, блин, до сих пор. Больно. И прогибалось всё. Когда вы с ней бились, это прогибалось всё. Стены выгибались, полы выгибались. Там такие перетоки шли. Волны. Что это просто мраки. Всё рвало. Я не знаю, как себя всё там чувствовало, но это было тяжело. У неё как белые нитки со стрелами вот так меня пронисывают. Было больно. А я её так, как молотком, падал душу. И чем больше я её... Тем больше её присалывал, тем больше нас уничтожал. Она нами защищалась, как сейчас рой примерно. Ну, это же проект Горкина, условно. Покера. Да. Ну, зеркалом всё действует. Когда всё это ещё работало. Руны и зеркальные пространства. И она, естественно. Я как свою основу уничтожал материнку. Она из тебя сегодня была. И она же была коном. То есть я с коном бился. Ещё ничего этого не знаю. Я ещё не знал, что делать. Но пришлось слиться. Как любой проект закончился слиянием. Сидеть можно только проиграв. По размерам. Участливая... Продолжение... Продолжение следует...